Высказывайте свое мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Непалиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены из вне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Народная волна Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире непалиткорректное ток-шоу. Я, Анатолий Червец, его ведущий. А участники, как всегда, все те, которые наберут номер телефона в студии 847-400-5200. Вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке в интернете. RadioNVC.com На нашей страничке Facebook и на нашей странице, или на нашем YouTube-канале RadioNVC. Еще раз, 847-400-5200. Ну и мы начнем, наверное, с такой очень интересной новости. Вернее, это действие, которое прошло. По-моему, оно и сейчас еще до сих пор происходит. Итак, это слушание в Комитете Нижней Палаты, Комитет по, скажем так, для перевода по индустрии и энергетике. Казалось бы, да? Какое отношение Комитет Индустрии и Энергетики имеет к тому, что происходит с коронавирусом? Но, тем не менее, если вы помните, сначала демократы очень серьезно пытались вызвать доктора Фаучи на слушание в Нижнюю Палату. Почему? Потому что мы все знаем, что Нижняя Палата сегодня контролируется демократами. Они там рулят, и поэтому они, конечно же, пытались создать такую трибуну для того, чтобы как можно дольше и как можно громче поливать грязью администрацию президента Трампа, вменяя ей всяческие недостатки в работе, недостатки в борьбе с коронавирусом и так далее. Ну, вы сами понимаете, год особый, год выборов, поэтому это необходимо было демократам. Ну, так как Дональд Трамп быстренько это вычислил и сказал мне, ребят, Фаучи, так как он работает сегодня на администрацию Белого дома, я ему запрещаю выступать в Нижней Палате. Если он хочет, он может выступить в Сенате. Сенат все-таки контролируется республиканцами, и поэтому там мы хоть какую-то можем ожидать более-менее уравновешенную правду и так далее. Очень это не понравилось демократам, ну, просто очень. Почему? Потому что у них, как говорится, прямо изо рта выдергивают вот этот лакомый кусок, который им так необходим, он им просто жизненно важен. И поэтому они решили, ну, что ж, раз такое дело, будем думать, как же все-таки это провести в жизни. И вот, недолго они искали негодяя, я считаю его самым настоящим негодяем-подонком, хотя его ученая степень доктор, врач, но, как мы все прекрасно понимаем и знаем, степень не определяет натуру человека. И среди врачей есть негодяи-подонки, и среди адвокатов есть негодяи-подонки, и среди людей, работающих у станка, есть негодяи-подонки. То есть статус, ученая степень, профессия не определяет натуру человека. И поэтому вот нашли вот такой вот негодяя, которого они с гордостью назвали whistleblower. По-моему, вы знаете, я вам скажу честно, что за последние четыре года абсолютно все то, что что-то имело какой-то смысл, какое-то определение, какое-то значение, благодаря демократам абсолютно полностью потеряло, перевернуло с ног на голову все понятия, все значения, все обозначения. То есть, если раньше whistleblower, это был человек, который, работая на какое-то государственное учреждение, и видя в этом учреждении что-то не так, он шел и об этом заявлял, скажем так, не в открытую, он это делал как бы анонимно, но тем не менее он получал гарантии того, что с ним, он не пострадает от того, что он как бы вынесет что-то на поверхность и придаст какой-то свет вот этому вот действию. Это был whistleblower. С тех пор, как у нас после звонка президента Америки, президенту Украины, появились такие так называемые whistleblowers, которые абсолютно не имели никакого отношения к настоящему понятию слова whistleblower, которые абсолютно не следовали тем ступеням, по которым нужно было пройти для того, чтобы считаться whistleblower. У нас появились такие, как Александр Уэтмен, у нас появились всякие разные чиновники, особенно в госдепартаменте, которые, я имею в виду, это были послы в Украину, это были, ну, вот такого типа государственные чиновники. Все абсолютно поменялось. Значение whistleblower полностью, как бы настоящий его смысл, значение полностью исчез. И появилось такое значение, вместо того, чтобы сказать низкий, подлый, недовольный, обиженный негодяй, у нас теперь есть слово whistleblower. Почему я так говорю? Да, потому что вот тот, вы знаете, я его даже не, вот честно, не хочу его называть доктором. Почему? Да, у него ученая степень доктор, но кроме того, что у него ученая степень, то есть нужно еще это звание действительно заслужить и нести его гордо, а не втаптывать его в грязь и не пользоваться этим званием, как ширмой, за которую можно спрятаться. Так вот, вы знаете, что когда создавался Task Force, или так называемый штаб по борьбе с коронавирусом, этот штаб возглавил наш вице-президент Майк Пенс, и входили в этот штаб такие люди, как доктор Фаучи, доктор Беркс и другие врачи, которые имели отношение к вирусологии, к иммунологии, то есть к болезням, к инфекционным заболеваниям, которые пытались как-то бороться с этим, скажем так, дадим им, как бы это сказать попроще, ну, признаем их теми врачами, которые вроде бы пытались бороться с коронавирусом, до тех пор, пока они уже не начали заходить, переступать границу врачевания и начинать вмешиваться в нашу экономику страны и в то, как экономика должна или нужна, чтобы она работала. Так вот, вот вместе с этими всеми врачами туда попал такой человек, который называл себя доктором, фамилия его Брайт. Хорошая такая фамилия, знаете, вот Брайт, вот он яркий, светлый, да. Этот доктор Брайт был ничем иным, чем абсолютно левым активистом, который попал в этот штаб. Я не знаю, каким образом он туда попал, я не знаю, кто его туда привел, я не знаю, кто его назначил, но фактически он оказался абсолютно левым активистом, который все, чем он занимался, он занимался постоянными жалобами, постоянным нудилищем по отношению к Трампу, по отношению к администрации Трампа. Ну, по смыслу, все, что делает дурак, все он делает не так. Вот Трамп не так борется, Трамп не так поступает по отношению с открытием страны, с закрытием страны, Трамп абсолютно не был готов к пандемии, Трамп абсолютно не был. В общем, короче говоря, вот это его нудилище настолько всем надоело, и в том числе, естественно, и Пенсу, и Трампу, что они сказали, «Знаешь, Вась, ты нам действительно надоел, никакой пользы от тебя вообще нет, кроме того, что ты только ходишь, путаешься под ногами и постоянно жалуешься. Поэтому пойди-ка, Вася, погуляй». И просто взяли его, уволили с одной из должностей в этом штабе. И вот тут вдруг у нас родился новый так называемый свистун, то есть whistleblower. Обиженный, униженный, выброшенный, как говорится, за борт корабля, который идет каким-то определенным курсом. Вот этот негодяй показал абсолютно все свои цвета тогда, когда он быстренько побежал вот в этот комитет по энергетике и индустрии, ну или еще есть такое понятие, комитет по надзору за энергетикой и индустрией, побежал и сказал, ребята, этот негодяй, он же все не так делал, он же все... Давайте, если хотите, я могу вам полностью рассказать все то, что я считаю, что он делал не так. Как вы думаете, что ему ответили демократы? Если бы они его в этот момент могли поцеловать в ту точку, на которой он обычно сидит, наверное, они бы это сделали тоже. Но они сделали еще больше, и они сказали, так, давай, мы сейчас устроим комитет по надзору, мы сейчас быстренько соберем наших активистов, и вы все выступите в этом комитете, и вы все скажете все то, что вы думаете об администрации Трампа. И вот именно это то, что сегодня утром, вот тот цирк, который устроили демократы в Нижней Палате, дали волю языку вот этого негодяя, и тот, конечно, понес, а то... В общем, я не буду вам рассказывать, какую абсолютную гнусность он развел в этом комитете. Почему? Потому что, поверьте мне, я даже не найду тех нужных слов, я не найду тех эпитетов, которые бы по достоинству оценили всю гнусность вот того, что происходило в комитете по индустрии и энергетике. Поэтому просто поверьте мне, я вот после того, как я прослушал эти выступления, честно, мне вот просто захотелось пойти принять душ, причем такой хороший, горячий душ с мочалкой, с большим количеством мыла, настолько я себя чувствовал абсолютно... Вот настолько мне это все было неприятно, настолько мне это было все гнусто. Потому что ни слова правды, конечно же, в этом комитете не было сказано. И, если честно, меня очень серьезно, очень серьезно, меня удивил Факс Ченнел, новостной канал, очень серьезно он меня удивил. Объясню, почему. Я уже давно, в принципе, я вам говорил это, и Сережа вам пытался как-то это объяснить. Факс Ченнел уже не тот новостной канал, которым он был там 4, 5, 6 лет тому назад. Нет. На сегодняшний день это такой махрово, якобы республиканский канал, с каким-то вообще непонятным оттенком. Единственные люди, которым сегодня можно... Которые действительно являются консерваторами, которые являются честными, порядочными республиканцами или, по крайней мере, журналистами консервативного толка, это, говорю абсолютно... И сегодня это уже совсем буквально 4 человека на этом канале. Все остальное превращается просто в такой, может быть, не настолько утрированный канал, как CNN, но уже не тот канал, который можно было раньше, вот как раньше, если вы хотели услышать правду, если вы хотели знать какое-то альтернативное мнение по отношению к CNN, вы слушали Факс Ньюс. Так вот, сегодня Факс Ньюс. Будьте очень и очень и очень осторожны, кого вы слушаете и что вы слушаете. Вы должны уметь сегодня, к сожалению, вы должны уметь читать между строк, вы должны разделять настоящее от подделочного, вы должны понимать, кто за что, как говорится, ратует. Так вот, на сегодняшний день единственные люди на этом канале, которым можно доверять, это Такер Карлсон, Шан Хеннеди и Лора Инграм. Я не говорю про судью Джанин Пиро. Почему? Потому что она выступает, у нее программа очень редко, она, по-моему, она выступает только по субботам вечером, хотя, когда она выступает, тоже есть что послушать. Так вот, это Шан Хеннеди, Такер Карлсон, Лора Инграм, Джадж Джанин, и тогда, когда он выступает, это Марк Левин. Все. Все остальное, все, что вы слушаете, все, вот эти все люди типа Нил Кавудо, типа Шепард Смит, Марта Макалов, даже Шеннон Брин на сегодняшний день, она начинала более такая, она адвокат, она очень толковая женщина, она очень толковая ведущая, но если раньше она начинала как консервативный, вернее, журналист консервативного толка, сегодня она постепенно, я понимаю, что это не ее личные деяния, но она постепенно, как говорится, сползает опять же в ту же яму вместе с теми, такими, как вот Нил Кавудо, Крис Уоллес, вот это Шеннон Брин, Шепард Смит, Марта Макалов. Люди, которые давно забыли, что такое быть журналистами консервативного толка и начинают потихонечку скатываться в левую сторону. Так вот, почему меня сегодня так сильно огорчил канал Факс Ньюс? Потому что они показывали всю ту гнусь, которую сначала говорил председатель этого комитета, Ламар Александер. Потом они показали еще пару демократов, которые опять же выливали грязь на администрацию Трампа и на администрацию, и на самого Трампа, президента. Потом они показали выступление вот этого подонка-негодяя, так называемого выслблоуера, который никакого отношения к выслблоуеру не имел. Почему? Потому что это уже был выброшенный за борт кусок дерьма. Все. То есть, естественно, он всю свою желчь, всю свою ненависть за то, что с ним как бы было сделано, хотя он это все сделал сам лично, он все это выливал прямо там в экраны телевизоров. Так вот, почему еще раз меня это разозлило? Потому что, когда подошла очередь, вопросы задавать республиканским представителям этого комитета, Факс Ньюс переключился на какую-то абсолютно непонятную, на какую-то абсолютно никчемный репортаж по поводу того, что вот нужны маски, нужны опять, то есть опять 25. Да, кстати, там была эта доктор Никол Сафайр. Это одна из консультантов канала Факс Ньюс. Она действительно врач, причем она, в принципе, по идее, неплохой врач. Но этот врач начал плести лямку о том, что вот, нам нужно больше тестов, нам нужно больше масок, нам нужно больше... Для этого не нужно быть врачом, для того, чтобы вот такую абсолютно ненужную информацию выдавать на экран, особенно в то время, когда должны были выступать и республиканцы-представители этого комитета, потому что хотелось бы услышать вопросы, которые они задавали вот этому негодяю. Но мы, к сожалению, это не услышали, потому что Факс Ньюс решил, что это, наверное, неважно, лучше переключиться на доктора Никол Сафайр. Ну, богом судья. Поэтому сегодня вот все то, о чем говорилось на этом комитете, это, конечно же, просто еще одна попытка вылить очередной уж от грязи дерьма на администрацию, на самого Трампа. Но мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу и обязательно вернемся. Я приму ваши звонки и продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами. Итак, мы возвращаемся в программу «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. И звоните, будем общаться. Я, кстати, видел, что у нас был звонок перед уходом на рекламу. Если еще есть желание, не пропало, пожалуйста, перезвоните. Итак, мы продолжаем. Ну, я вам рассказал... Вот у нас есть звонок. Давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Толя. Добрый день. Евгений. Да, Женечка, да. Я прошу вас не расстраиваться, потому что я поддерживаю вас тоже. Я смотрел сегодня. Не все, а выкинул это все. Отключил. Но что вам сказать? Мы же уже привыкли смотреть на негодяев. Вот. Я хочу сказать о другом. Что вот все, что они делают, они делают так глупо по одной причине, что это им же потом возвращается назад, к ним, знаете, как бумерангом. Это первое. Второе. Значит, Фокс, я тоже смотрю, только трех-четырех человек. Во-первых, я сэкономил много времени, что я только смотрю этих трех авторов. Почему? Потому что наш любимый Райан, он возглавляет совет директоров. Вот. И это естественно, понимаете? Да. После того, как выступил этот парень, депутат из Флориды, и задал вопрос, почему же Райан и второй там сейчас есть, этот юрист, не позволили направить повестки, чтобы на корню зарубить эти все разговоры. Да, это Гауди. Да, 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 да. Но вот теперь его редко будут и показывать, я думаю, ему тоже перекроют кислород. Хотя это Never Trump, и никуда мы не сделаем, и никогда не денешься. Это правда. Это правда, к сожалению. Только единственное, что я хочу, чтобы вы так в деталях осветили момент этого глупого судьи, который сам себя копает яму. Сейчас обязательно. Это был мой второй сегмент. Сейчас будет. Спасибо, Женщина. Я вам желаю здоровья всем, и в вашей семье, и вашему Райану. Спасибо, взаимно. Взаимно, Женщина. Спасибо, будьте здоровы. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да? Скажите, а как вы относитесь к Джесси? К Джесси Уотерс? Джесси Уотерс. Я к нему отношусь очень положительно. Единственное, мне не нравится та компания, в которой он находится. Мне не нравится абсолютно Ван Уильямс. Мне не нравится абсолютно честно Дэйна Парину. И мне не нравится Там у них есть одна То есть, там постоянно меняется одна позиция Значит, там вот эти ведущие Это у нас Грег Гатфрид, потом Джесси Уотерс, потом Ван Уильямс и Дэйна Парина. И пятая позиция у них меняется. Так вот, есть там такая Джиллен. Она из Южных Штатов. Такая типичная южанка. Вот мне честно, из этой пятерки Нравится только Грег Гатфри И Джесси Уотерс. Но так как им нужно давать время И вот этим остальной тройке Оно полностью, знаете, как ложка дегтя Вот в этой бочке меда. Поэтому... Но Джесси, он... Да, он очень такой толковый Толковый дядька. Я его обожаю слушать По воскресеньям. Да. Вот. Но он, вы понимаете, Он не обостряет. Он более такой Развлекательный журналист, Чем вот политик, чем... То есть он вот такого типа, Как Грег Гатфри. Вот. А тут он новый пресс-секретарь. Я ее обожаю. Просто обожаю. Вот это Келли Меккенейн. Да, это я согласен. Это просто вот воздух свет. То есть, не поймите меня неправильно, Я очень-очень уважал Сэндерс. Да, да. Ну тут ничего против нее нельзя сказать. Очень. Она толковейшая, она намного... Она более опытная именно как пресс-секретарь, Чем Келли Меккенейн. Вот. И только начинай. Вот. Сначала. Вот. Будем надеяться. Да. Мне не очень... Мне не очень нравилась Вот эта промежуточная пресс-секретарь Как ее? Дженнифер Гриффин, по-моему. Да. То есть, эта девочка, Которую немножко помелькала перед экранами, То есть, ее явно кто-то... Что делала на CNN? Ну да, 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 да. Но ее явно кто-то толкал в сторону Белого дома, Поэтому ей дали как бы такую промежуточную позицию. Она была никакой как пресс-секретарь. Но ее, как говорится, вывели погулять, Вывели люди, и потом быстренько по назначению. А вот Келли Меккенейн, она умничка, Она очень остроумная, очень легкая в общении. И вот эти все, прошу прощения, долбни, Которые сидят и корчат из себя что-то важное, Я имею в виду вот эти все журналисты, Типа Джема Каста и так далее, Они даже не понимают, Насколько она их выставляет глупцами. Вот своей вот этой легкостью, Своей непринужденностью, Оно показывает четко, Что вот эти старые динозавры, Что они из себя представляют. Так что, спасибо вам, будьте здоровы. Да, так вот, Как говорится, по заявкам радиослушателей, Давайте мы немножко обсудим, конечно же, Ситуацию с судьей По имени Эммет Салвин, Который, ну, опять же, Там, вы понимаете, Там даже нет загадки. Вот меня, Я, когда пытаюсь разобраться в политике, Меня интересуют, Скажем так, Какие-то интриги, загадки, То есть, Чтобы нужно было посидеть, Подумать, Проанализировать, Как говорится, Сложить, Там, Ну, когда-то, Вот мой папа покойный говорил, Свести буню с шмуней, Ну, вот такого типа. Этот судья, Эммет Салвин, Он настолько очевиден, Он настолько не, Не могу как-то, Вот чисто, Ну, просто активист, Левый активист, Судья, Которому, Чье время сегодня подошло. О нем никто никогда не слышал, О нем никто никогда не видел. Он был, да, Он был один из федеральных судей, Один из множества федеральных судей В Соединенных Штатах, В системе Министерства юстиции. И сидел себе спокойно, Делал какую-то работу. Вдруг, Вот этот луч, Получилось, Он оказался, Как бы, В лучах, Такой славы. Представляете, На секундочку, Какой ему достался кейс. Тут он уже может проявить, Не только свои адвокатские способности, Не только свои юридические познания, Он еще и может Проявить вот эту Любовь, Эту признательность, Эту Зависимость От верхушки Демократической партии. То есть, Это вот такой Служака, Который готов, Прошу прощения, Опять же, Вылизывать Пятую точку. Мало того, Что он служака, Он еще и Злобный, Очень Злопамятный, Очень, Как бы это сказать, Эгоцентричный Человек, Вот по натуре. Почему? Потому что То, Чем он занимается, Давайте Примем звонок, Я сейчас переключусь. Добрый день, Вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вы знаете, Вот сейчас Сейчас передача идет Анатолий, да? Да. А, Я вот что хотел сказать, Он по поводу Этого Судьи говорит, Да, 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 Вы в эфире. А, Я в эфире, Окей. Так я его сейчас слушаю, Я не пойму, Я в эфире. Окей. Я вот что хочу сказать, Мы не лишний раз убеждаемся, Что таким судьей можете и вы быть, Я быть, Янатолий. Да. Слушайте, О чем я говорю? Да, Да, Я понимаю, Я понимаю. Они вообще, Это, Знаете, Здесь, Такой, С таким пиетитом, А в судьях говорят, Но я убеждаюсь, Что они просто, Политиканы, Такие же самые, Только воли и судьбы, Они имеют дипломы Гарварда, Там еще кого-то, Ну, Я не всех так называю, Но вот в их поведении, Полный трэш, Полный. Да, К сожалению, Вы абсолютно правы. Мы получили в Советском Союзе образование, А не здесь. Так может быть, Наше образование в коммунистической стране было немножко лучше, Чтобы мы все понимали. Вы знаете, Вы знаете, Наверное, Просто больше, Нас приучили думать и анализировать. Вот это то, В чем мы отличаемся от очень многих американцев, Которые съедают, Вот им как на лопате преподнесли, Они это проглотили, Облизались, И сказали, Ну, Класс, Наелись. Да, Да, Вот сейчас это видишься. И вот тогда вопрос, Последнее, Я вчера не смогу задать, Это Силадексия. Да, 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 Я слышу. А, Смотрите, А вот накажут ли их по совести, по закону? Или, О, Стоп, Или как мой друг сказал, Тоже такой же думающий, Ты понимаешь, Они небожители, Их не накажут. Да. И вот это, И это очень плохо. Вы знаете, Они не потому, Что небожители. Я вам скажу, Почему я очень сильно сомневаюсь в том, Что их накажут. Потому что для того, Чтобы их наказать, Для этого нужно устроить процесс. На этом процессе Может, Как бы вам сказать, Проявиться такие вещи, Они уже проявились. Нет, Они проявились в наших умах. Они проявились, Появились в наших сердцах. Да. Но еще нет этому, Как говорится, Четкого подтверждения. Это наши эмоции, Это наши чувства. А вот факты, Могут, Вот это, Выражение этих фактов, Я просто боюсь, Что они могут, Эту страну практически просто разрушить. Честно. Почему? Потому что, Знаете, Я вам хочу сказать, По-видимому, Правда в том, Что эта страна Очень больна, Боязнь ее разрушить, Вот таким образом, Как вы сказали, Не остановит ее разрушение. Потому что, Если ты не чистишь свой двор, Мусором наполняется. А эти, Бюрократия живучая, Она порождает новых. Эти все, Вы посмотрите, Внук там, Кеннеди, Семейство этого, Кеннеди, Да. Полностью тупица, Полностью, Я его слушал, Так, Рыжий, Он в этом, В Конгрессе, Он уже прописан, Как в прошлые годах, У нас в царской, При царизме, Родился уже капитан, А потом-то уже генерал. Да. И это можно только, Ну, Скажу так, Революционным путем, Ну, Это Америка, Да. Но, К сожалению, Левые, Леваки, Они не остановятся Перед революционным путем. Левые не остановятся, А у республиканцев Нет политической воли. И все. Вот, Вот и все. Вы сейчас сказали о факс, Но это тоже наблюдает, То же самое. Все скатывается к тому, Не трогай нас, Мы хорошо живем, Да. Мы будем жить, И все хорошо. Но самое главное, Что мы, Понимая это, Знаем, Что так не будет, Потому что тебя превращают В обыкновенное быдло. Или ты не думай об этом, Живи, Как они, Стань вот таким же самым, Тупым, Так и не лезь туда. Они будут жить, И власть. Ну, Спасибо вам большое. Спасибо. Добрый день. Я благодарен, Вот, Позвонившему. Почему? Потому что, Ну, Очень толковые, Обдуманные, Мысли, Очень толковые, Обдуманные. И, Клянусь, Вот, Мне приятно, Что у нас, Аудитория, Которая нас слушает, Действительно, Люди, Здравого смысла, Люди, Образованные, Люди, Понимающие, Люди, Умеющие, Анализировать. Это очень важно. Это действительно, Очень важно. Есть достаточно разных радиостанций, Не только русскоговорящих, Вообще, В принципе, Достаточно радиостанций, Где, Все лишь так, Как-то, Проходит по поверхности, Люди боятся углубиться, Люди боятся, Как-то, Анализировать. Почему? Потому что, Кому это надо? Да, Пусть, Вот, Идет, Пусть, Идет, Как, Идет. Нет. Мне очень нравится то, Что у нас, Действительно, Вот, Такая, Толковая, Такая думающая аудитория. Спасибо вам огромное, Ребята. Добрый день, Вы в эфире. Добрый день, Анатолий, Владимир Клейзвилингом. Я вас слушал вас сегодня. Вот, Интересная вещь, Вы упомянули Дипломатов, Которых приглашал Высокомудрец Шиф, 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 Да, И вы упомянули, Я вам хочу сказать, Вот, Интересная вещь, Который бы хотел бы, Рассуждать. Там был Сазерленд. Да, Вы помните, Да, Сандерленд. Человек, Который поддерживал Вранью Трампа, Это, Водили звук Больших доноров, Алису, И он пошел На эти, На дачу показаний. Я не знаю, Почему они могут Казаться. Я потом слушал Его показания, На которые, Вот, И Сазерленд, Когда дымка, А что Сазерленд? Он ведь ничего Не сказал. Абсолютно. 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 Zero. Нет, Володь, Я вас должен, Вы меня простите, Но я вас должен поправить. Почему? Он действительно ничего не сказал, Но, Он сказал, Самое важное. Это, Из той оперы, Где Мавр Сделал свое дело, Мавр может уходить. Он, В самом начале Своей речи, Сделал, Якобы, Ошибку, И сказал, Что Трамп, Просил, Вот это, Вот это, И вот это. И, Да, Да, И он потом Дезавуировал эти слова. Вот. Это же было, Уже колокола прозвучали. Все, Колокола прозвучали, Это все было записано, На корочку, Подсознание, И вот потом Средства массовой информации Начинали эту корочку Сверлить, Именно вот этими показаниями. Вот это все, Что ему нужно было. Никого не интересовало, Что он должен был сказать. Вот и все. Абсолютно. Я у вас, Слово, Я хочу сказать, Что это все Меня очень смущает. Почему? Сказать, Что сажал Антитрампа, Извините, Это я не скажу. Значит, Это так, Как у нас в Леное. Знаете, Есть такое понятие. Это держит за горло, Каким-то, Или шантажом, Какими-то фактами. Всю организацию Республиканская. Володь, Отлично, Много. Все сводится к одному. То, Что нельзя купить За большие деньги, Можно купить За очень большие деньги. Очень большие деньги. Вот и все. Совершенно верно. Вот и все. Спасибо большое. Прошу прощения, Не дождались. Перезвоните, Пожалуйста. Да, Володь, Вы абсолютно правы. Он действительно, Вроде бы, Должен был быть, Причем, Это был назначенец Трампа. Он не просто Его поддерживал. Трамп его назначил На эту должность. Добрый день, Вы в эфире. Здравствуйте. Даю поправку. Шепард Смитт Больше не работает На факс. Уже давно, Довольно, Пару месяцев. Вы правы, Вы правы. Не Шепард Смитт, Я имею в виду Брэд Беретт. Второй вариант. Да. Это слушание Проходит В конгрессе И Ромал Ломар Александр Сенатор, Он там не выступал. И третье, Этот Биселбловер Давал показания Над Под присягой. Поэтому Что он Говорил, Это его дело. Никто его не мог Потом Наказать За это. Будьте здоровы. Спасибо большое. Да, Спасибо за поправку. Я действительно Оговорился. Это был Ломар Александр, Потому что Конечно же Это сенатор. Но В отношении Биселблова Я немножко Не понял. Он говорил Под присягой, Поэтому Что ему Никто не может Сделать, Я не понял. Ну, Не важно. Итак, Да. И еще Одна поправка Абсолютный зачет. Я имел ввиду Не Шепард Смит, Хотя Шепард Смит Тоже был Один из Невер Трамперов, Но я имел ввиду Брэд Бэр. Просто Оговорился. Итак, Ну, Опять же, Видите, Вот как здорово, Когда Меня слушают Знающие люди, Которые действительно Могут поправить, Которые действительно Слушают внимательно. Спасибо вам Огромное за это. Итак, Значит, Что у нас с судьей? Я не думаю, Что кто-то Из вас Сомневается В его Намерениях. Я не думаю, Что кто-то Из вас Даже может Подумать О том, Что этот Судья Пытается Сделать так, Чтобы справедливость Восторжествовала. Конечно же, Это не так. Это судья, Который, Если вы Помните В то время, Когда шли Слушания Дела Генерала Флына У этого Судьи В Зале Заседания Ведь Все Абсолютно Все Включая Демократов Включая Республиканцев Включая Журналистов Все Считали Что Флын Не Получит Срок А если Получит То в самом Худшем Случае Он Получит Условный Срок Почему? Потому что Даже Прокуроры Обвинители Обвинительная Сторона В принципе Не Просила Реальный Срок Они Не Считали Что То, Что Совершил Генерал Флын Потянет На какой-то Реальный Срок Поэтому Да Там Были Слушания Да Он Действительно Его Трамп Уволил Потому что Он Действительно Наврал Майкл Пенсу Зачем Он Это Сделал Одному Богу Известно Опять же Мы Сейчас Говорим Получается Как Мы На нас Очень Серьезно Влияет Тот Факт Что Он Фактически Является Генерал Лейтенантом Это Очень Высокий Пост В армии Он Действительно 33 года Отслужил В американской Армии И Конечно На нас Вот эти Все Его Звания Регалии Медали И так Дали Поступки Конечно Это Давит Но Тем Не Менее Мы Опять Ж Забываем Что Кроме Того Что Он Генерал И Советник По Безопасности Он Человек Зачем Он Соврал Пенсу Непонятно Но Он Соврал И Тем Не Менее Никто Не Ожидал Реального Срока И Вот Именно Тот Судья Эммет Салвин Сказал Что То Что Совершил Этот Генерал Он Приравнивает Он Судья Приравнивает К Измене Родины И За Это Он Считает Что Этот Генерал Должен Поднести Самое Тяжелое Наказание И Влепил Ему Семерку Лет Понимаете Тогда Когда Даже Обвинение Этого Не Просило Вот Кто Кем Является Вот Этот Судья И Теперь Этот Судья Очень Серьезно Пытается Ну Действительно Навредить Этому Генералу Уже Казалось бы Да Оставил Уже В покое Дай Уйти Пусть Действительно Пусть Он Проведет Время Со Своей Семьей Нет Так Не Должно Быть С точки Зрения Этого Судьи Поэтому Ну Будем Посмотреть Чем Это Все Закончится Итак Дорогие Друзья Мое Время К сожалению Подошло К концу Еще раз Огромное Спасибо Всем Которые Слушают Участвуют Поправляют Спорят Не Важно Главное Чтобы Вы Думали Чтобы Вы Анализировали Будьте Все Здоровы И Я надеюсь Услышимся На следующей Неделе Всего Хорошего